Самовольное строительство и захват земельных участков в Одессе происходит едва ли не чаще, чем оформление бизнеса в законном порядке. Застройщики и городская власть научились договариваться при попустительстве правоохранительных органов. Жителям приходится бороться с системой круговой поруки. Во дворе между Фонтанской дорогой и Клубничным переулком еще недавно мирно стояли частные дома. В одночасье жителей обрадовали, частников снесут, а вместо них компания «Гефест» та самая, что разрушила старинный особняк дачи Докса, построит три жилых корпуса. Участок уже расчищают. Деревья, которые у бизнесменов считаются мусором, рубят и вывозят. По плану новое здание будет стоять в 12 метрах от соседней пятиэтажки, закрывая солнечный свет. Естественно, упает и стоимость квартир. Зато, с другой стороны, во дворе новостроя будет закрытая придомовая территория, благоустроенная для своих. Там у них будет подземный гараж, который, видно, с Клубничного будет выходить, а у нас выходить. То есть это постоянно машина джит, многоэтажный дом элитный, поэтому, естественно, каждый будет по две-три машины, как обычно, на семью идет. И вот этим газом мы постоянно будем дышать. До каких пор у людей не будут спрашивать вообще их мнение. То есть нами пренепрягают. Получается, мы как рабы для них. Вот мы что хотим, то решили, то и сделаем. Возмущение жителей вполне понятно. С точки зрения закона здесь тоже есть вопросы. Как-то не стыкуются происходящее с разными статьями и пунктами. Перед домами по фонтанской дороге 59-63 практически отобрали придомовую территорию. Придомовая территория имела детско-спортивную небольшую площадку, которая поддерживалась в надлежащем состоянии силами жильцов дома и за их деньги. Также несколько скамеек, столик для отдыха в летнее, в теплое время года. Кроме того, земельный участок не продан городом-застройщику, а сдан в аренду. С правовой точки зрения это совершенно разные вещи. Согласно данным, к примеру, вытеку государственного земельного кадастра, этот участок общей площадью 31 сотка был отведен 21.08.14 года. Напоминаю, что генплан был утвержден в 2015 году, план зонирования был утвержден в 2016 году. Возникает вопрос, каким образом на территории индивидуальной садовой застройки было принято решение о строительстве многоквартирного жилого дома. Договор аренды – это договор, по которому разрешено только пользование данным земельным участком. Но никак не его застройка, не использование его в сельхознуждах и так далее. Для этого предусмотрены совершенно другие договора. Что делать жителям, если власть стоит на стороне застройщика? Снести забор и остановить работу женщины явно не способны. Полиция, прокуратура, суд – с ними все понятно. Выхода не видно. Город все больше погружается в беззаконие. Александр Рябиноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг».